Каждый год на 8-м канале мы подводим спортивные итоги клубных команд Приморья. И последние 2-3 сезона они были довольно предсказуемыми, или как минимум неудивительными. Но 2018-й сумел действительно, как говорится, перевернуть игру. Этот клубный год отличился как с хорошей, так и с плохой стороны. СПАРТАК Приморья На серию плей-офф, казалось, сил уже не должно было хватать, но красно-черные разобрались со своими соперниками практически без вопросов. В итоге приморцы оказались в финале, где были в последний раз лишь 3 года назад. Борьбу за главный трофей Спартак начал с клубом Самара. На радость болельщикам серия вышла длинной, и так сказать валидольной. Чемпионом становился тот, кто первым заработает 3 победы. Соперники не могли выявить лучшего 4 матча подряд, и только заключительная встреча в гостях у Самары расставила все точки. Спартак – чемпион. Двойне приятно выигрывать золото еще в статусе капитана, такой хорошей команды. Все дружные, все молодцы, всех люблю. Действительно, каждый отдал частичку себя полностью, независимо от того, сколько он выходил на площадку, выходил ли он вообще. Потому что команда строится вне площадки. Стоит отметить, что Спартак Приморья в третий раз в своей истории завоевал золото Суперлиги, став при этом самым титулованным клубом второго по значимости российского баскетбольного дивизиона. При таком триумфальном настрое вскоре начался новый сезон, который идет прямо сейчас. Звезд чемпионского состава удалось сохранить, тренеров тоже. Начало немного смазалось, борьба за Кубок России довольно быстро сошла на нет. На стадии 1-8 путевку уступили своему питерскому тезке. И без того обидное поражение усугублялось провалами и в матчах регулярки. Игра как-то сходу не пошла. Послужило это причиной или что-то другое, тем не менее Милош Павичевич покинул клуб. Главный тренер переложил свои полномочия на плечи приморского специалиста Максима Учайкина. Такая встряска пошла на пользу. Последовали три победы подряд, да и в целом к зиме подошли на твердых ногах. Новый год команда встречает, будучи на шестом месте в Суперлиге. Отрыв от лидера Самары всего три очка, поэтому следующие месяцы будут насыщены жаркой борьбой. Приморочка в этом году тоже довольно ярко проявила себя. Во-первых, сезон 2017-2018 закончился для наших волейболисток серебряными медалями. А ведь на старте все выглядело неоднозначно. В высшей лиге А появились три новых темных лошадки. Да и сам Владивостокский клуб тоже обновился в составе. Однако уже к середине сезона Приморочка не опускалась ниже третьего места. Решающую борьбу за золото развернуть не удалось. Северянка без вопросов стала лучшей. А вот серебро нашим девушкам досталось. Заняв итоговое второе место, Приморочка повторила результат прошлого сезона. Сразу же после финала в команде начались большие перестановки. Пост главного тренера занял Константин Приходько, который руководил последние шесть лет мощной сахалинской командой. Усилили состав и новые игроки. Проверить все это на прочность предстояло на Кубке Сибири и Дальнего Востока, а также на Кубке России. Окружные старты, можно сказать, вполне удались. Бронза наша. А вот во всероссийских соревнованиях, увы, оказалась тяжко. Желто-черные хоть и навязали борьбу лучшим командам страны, однако дальше полуфинала не дошли. Мы готовимся, тренируемся по две тренировки в день, наигрываем взаимодействие в команде, потому что это очень важно. На тренировках у нас многое получается, теперь главное, чтобы в игре это показывать. Матчи же основного чемпионата начались хорошо, обыграли чемпиона Северянку и расквитались в сухую с ЮСГУ Атомом. Немного просели к Новому году, однако остались в первой пятерке. Что же, посмотрим, чем все это закончится. Футбольный клуб «Луч» в клубных итогах предыдущих лет, увы, был главным антигероем. У команды все шло наперекосяк и на поле, и внутри организации. Но про 2018-й так уже не скажешь. Наконец-то «Тигры» встали на ноги и уже не становятся героями скандальных новостей. Например, еще в феврале приморцы успешно выступили на Кубке ФНЛ, где им противостояли довольно именитые команды со всей России и ближнего зарубежья. Там «Луч» сумел в непростой борьбе завоевать серебро соревнований, уступив в финале «Уралу». Это было отличное завершение сборов, собранной тогда заново команды. Но самое главное, что после долгого застоя и серьезного финансового кризиса «Луч» обрел спонсора и долгожданную поддержку в лице администрации края. Вскоре начался сам чемпионат ФНЛ. К его старту наставником коллектива стал Рустем Кузин, который до этого возглавлял пермский «Амкар», нижнекамский «Нефтехимик», «Тольятинскую ладу» и другие команды. Итоги первой половины сезона 2018-2019 для «Луча» можно обозначить так. Ни себе, ни людям. Так уж получилось, что приморцы стали играть в довольно аккуратный футбол, что с одной стороны защищало их ворота от поражений, с другой – не давало самим отличиться. В итоге раз за разом матчи с участием «Тигров» заканчивались ничейным результатом. Из 25 матчей 11 закончились ничьей. Пропускали мало что хорошо, однако такой средний темп набора своих очков в итоге к зимнему перерыву укрепил «Луч» на 10-й строчке. Для середины сезона, тем более на фоне прошлых лет, вполне неплохой результат. В целом, действительно, я командой очень доволен. В первую очередь, за бойцовские качества, которые она проявляет. Может быть, да, действительно, где-то мы не очень красиво играем, но если нам это приносит результат, мы будем некрасивы играть. Но если болельщики вот так вот, как сегодня, нас будут провожать, овациями, аплодисментами, я думаю, все будут счастливы и довольны. К зиме также появились новости о том, что руководство команды продолжает заделывать дырки в бюджете и заодно решает вопросы по поводу будущей базы «Тигров». Власти Приморья отметили, что на проект новой площадки, где могли бы тренироваться и базироваться футболисты, уже выделено почти 100 миллионов рублей. Строительство по планам хотят начать уже в 2019 году. Поэтому в целом «Луч» хоть и не совершил большого рывка и не сильно уж порадовал фанатов, однако точно вернул доверие и репутацию команды, которая может представлять лицо приморского футбола. Ну а так сказать, на десерт мы оставили хоккейный клуб «Адмирал». Увы, но в 2018 году именно эта приморская команда стала главным антигероем. Скандалы, провальные выступления, финансовые кризисы у моряков был полный комплект. Стоит начать с того, как закончил предыдущий сезон «Адмирал». В середине чемпионата пришло новое руководство в лице гендиректора Сергея Сошникова, генерального менеджера Александра Селиванова и президента клуба Зайрбека Юсупова. Роль новичков – закрывать миллионные долги и пытаться сохранить команду в КХЛ. С финансами дело вроде стало налаживаться, а вот с результатами – не особо. Большую часть чемпионата моряки провели на дне турнирной таблицы. Это привело к тому, что «Адмирал» потерял все математические шансы выйти в серию плей-офф, где он, к слову, до этого был три раза. Морскую команду по-настоящему штормила, всего за месяц сменилось три главных тренера. В итоге было решено в летний перерыв начать жизнь заново, причем практически в прямом смысле слова. Руководство создало новое юрлицо, чтобы долги остались на старом, нашло очередного нового наставника в лице Сергея Светлова и полностью обновило состав игроков. Клуб был собран с нуля, и ему была поставлена задача показывать максимум. Некоторые ребята чуть быстрее входят в форму, другие попозже набирают. Но задачи мы будем торопиться не будем. Мы спокойно даем всем шансы проявить себя, показать себя и попробовать попасть в состав основной, скажем так. Построим свою игру более на активном хоккее, потому что у нас молодая команда. Нечего ребят молодых держать в коробовароне, будем послать их в атаку больше. Но вот, увы, активного и агрессивного хоккея не вышло. С началом нового сезона моряки стали проигрывать раз за разом. Дважды серия поражений достигала восьми матчей подряд. Все это ожидаемо послужило якорем для адмирала, который закрепился на последнем месте в таблице. Ближе к зимнему перерыву команду покинул гендиректор Сошников. Последует ли кто-то его примеру после таких результатов, непонятно. Но уже ясно, что за оставшиеся два месяца чемпионата КХЛ приморцам будет, скорее всего, не по силам вернуться в список лучших. Сейчас команда показывает свой худший результат за всю свою шестилетнюю историю. На своих ошибках уже учимся, к сожалению. Очень много игр проиграли в последних секундах, в последних минутах. Вот, вертаем, буллит или просто влагала пропускаем. Вот, как говорится, мы учимся, учимся, пока чуть не научились. Немножко, опять же, жестко поговорить, как мы товарищи. Вот такого повторяться не должно. Ну а грустной вишенкой на торте стало недавнее заявление от руководства КХЛ, в котором адмиралу грозят выдворением из лиги. В конце каждого сезона команды с худшими показателями на льду и в финансовых отчетах покидают континентальную хоккейную лигу. И пока приморский клуб в этом списке первый на очереди. Болельщикам придется надеяться на настоящее чудо, которое бы сохранило профессиональный хоккей в нашем крае. Это были клубные итоги 2018 года. Зима практически у всех команд является серединой сезона. Поэтому пожелаем удачи нашим коллективам, у которых впереди еще много работы. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом».